РДЖС До тех пор, пока в третьем веке нашей эры здесь не начало распространяться христианство с запада Турции на восток. Наши друзья сегодня уезжают в Стамбул, у них заканчивается отпуск. У меня и Миши есть еще неделя, и ее надо чем-то занять. И мы решили подняться на РДЖС, а если повезет, то сделайте траверс. Вечером уехали в кассире, и после уже ночью на местной маршрутке добрались до деревни Бигиндик. Немного отошли от нее и заночевали в чистом поле в палатке. Утром мы увидели РДЖС вблизи. Шли мы на него с севера, потому что этот маршрут ближе всего к Кайсере. Заранее маршрут не готовили. Идея родилась спонтанно на выходе из похода по Ладоглару. Просто решили, что приедем в Бигиндик, а там посмотрим. Тогда, а это май 2004 года, таких технологий, чтобы залезть в смартфон, почитать про гору, посмотреть фотки, скачать карту и спланировать маршрут за полчаса в кафе, просто не было. Единственный источник информации, с которым мы будем путешествовать всю следующую неделю, это карта автодорог Турции. Итак, мы у подножия РДЖС. Наметили маршрут по северо-западному ребру. Да, мокрые лавины. С лавинами здесь все в порядке, поэтому по ребру. Днем встали на высоте 3400 метров, выше мест под палатку нет. Если позволит погода, завтра мы влезем на этот вулкан. Высота 3392 метра. Ночуем завтра наверх. Мы находимся в солнечной Турции, на вершинном гребне вулкана РДЖС. Высота около 3900 метров. Время утра, просто утро. Прямо под вершинной башня. Вот такой вот скальный зуб. На вулкане РДЖС. Высота 3915 метров. С вершины рассмотрели относительно простой и, главное, безопасный спуск на восток. К дороге. Сначала по юго-восточному гребню, а затем по лавовым полям. Тогда никакого горнолыжного комплекса внизу не было. Мы спустились в чистое поле, прямо к дороге, где застопили маршрутку и уехали в Кайсере. Наш маршрут Траверса можно оценить как 2А. Вот он. День прошел замечательно. Залезли на вулканчик. Сейчас едем дальше. Все. Субтитры создавал DimaTorzok